Порой замечаю, что у меня отсутствует внимания и интерес к мужчинам по сравнению с другими женщинами или моими же подругами. Это у всех так. У женщин, у них жизнь идет циклами. Когда у них есть сила любви, энергия любви и от них исходит, у них появляется интерес к мужчинам. Но у женщины всегда есть период, когда ей надо отдыхать и от мужчин, и от детей, и от всех. Это может быть один-два дня в месяц, может быть чуть побольше, у всех женщин по-разному. Тогда ей нужно побыть одной, и у ней пропадают интересы к детям и мужчинам. И в это время не надо себя обвинять, что я такая корыстная. Просто психика должна отдавать энергию любви и иногда восстанавливаться. Женщины иногда отдают, иногда восстанавливаются. Вот день восстановления – это день молитвы. Надо включить Духово, Духово Святого Человека, желать всем счастья. И вот в этом состоянии находиться и отдыхать от отношений. Поднимите женщины руку, у которых не бывает таких периодов. Видите, у всех бывает. Окружающие вопросы взаимоотношений уделяют активное внимание, а я – нет. Что со мной так, а что нет? Может, я чрезмерно растрачиваю себя на работу или на свои увлечения? Видите, вы уже начали сами отвечать на свой вопрос. Что вы чрезмерно растрачиваете себя на работу, на свои увлечения? Так, дальше. Как мне развиваться в проблеме? И вообще проблема ли это в моем случае? Какие качества в себе стоит проработать? Не сказать, что этот момент доставляет несчастье. Вот смотрите. Всегда, когда человек действует в сфере своей судьбы, ему трудно. Но результат очень сильный, могущественный получается. Женщина должна очень много сил вкладывать в личную жизнь. Ей важно правильно общаться с близкими людьми. А если она неправильно общается, она страдает сильно от этого. Ей надо учиться прощать, просить прощения, очень много уделять времени близким отношениям с родителями, с детьми. То есть это для нее очень важно в жизни. И там, соответственно, это зона повышенной тревожности для нее. Ей очень трудно в эту зону даже входить. Она, да, думает, глаза бы всех мои не видели. То есть ей очень трудно входить в эту зону, потому что она от нее очень сильно устает. Это зона ее усталости также. Не только ответственность, но также усталость. Она устает от этого всего. От отдавания энергии любви. Она устает, в конце концов. И поэтому женщины часто так подсознательно просто настраивают свою жизнь, что они больше на работе, больше с подружками, чем с близкими людьми. И результат какой? Там же накапливается ком. И личная жизнь не строится, не строится. И в результате наступает депрессняк вообще. Потому что женщина же реализуется через личные отношения больше всего. У мужчин то же самое. Зона повышенного напряжения – это развитие себя в социуме. И у мужчины это тоже головняк. Ему проще вот просто выпить. То есть когда мужчина пьет, его энергетика уходит в женскую сторону, в левую. То есть у него склонность появляется дома сидеть, ничего не делать, балдеть, с друзьями ходить общаться, в домино играть. Ну то есть развлекаться. Он живет в развлечении. То есть ему надо развлекаться. То есть для мужчины развлечение – это домашняя обстановка женской энергии. То есть мужчина, когда в развлечение уходит, он начинает гулять. Ему или женщиной больше надо, с женой быть, или он ищет себе какого-нибудь еще. Но как бы работать тяжело в это время. Понимаете? И мужчина, как бы, это зона повышенного напряжения – это самосовершенствование для него. Труд над собой, труд на работе, развитие себя в сфере социальной и так далее. И когда человек проявляет вот эти слабости, он позволяет себе не развиваться, мужчина, а женщина позволяет себе, наоборот, в работу уходить, тогда рушится жизнь, начинает потихоньку. У женщины наступает депрессняк, одиночество. Потому что для того, чтобы создать семью, женщина должна вложить энергию в личную жизнь. Как это делается? Это не значит так напрячься, внутренне напрячься, напрячься, и чтобы раз – мужик такой какой-то, оп, и появился. Нет, это не так все происходит. Понимаете, женщины? Некоторые думают, а как мне вот женскую энергию включить? Вот они думают, что надо так как-то включиться, так напрячься, что раз – и появился мужик. Как этот, в этом, Салтыков-Щедринь, там, история, как барин, попали в необитаемый остров, напряглись такие, чувствуют, мужика нету, что делать, некому кормить, поить. И они так напряглись, и мужички появились, они там их кормили, поили, лодку построили, как бы отвезли, потом они пинка подзавдали, мужички убежали. Ну, не так все происходит. Ну, то есть, идея другая, то есть, нужно просто, как женщина, человеку включиться очень сильно в отношениях. Она должна заботиться о тех, кто уже есть, о подружках, о знакомых, о животных, там, в садик, во дворе вскопать деревца. Ну, то есть, ну, вот все, что женщина должна, любовь, где она, глядя, взгляд падает, там отдавать любовь, быть очень активной в этом, заботиться обо всех, дружить. Когда женщина так ведет себя, у нее вот эта вот энергия женская начинает разрабатываться, разрабатываться, и в какой-то момент чувачки становятся румяными, красивыми, она самодостаточная становится, улыбается всем. Когда начинает улыбаться, то вот эта женская улыбка такая самодостаточная, такая счастливая, когда и хорошо, вот просто потому, что она женщина, это вызывает у мужчин просто разрыв мозгов, понимаете? Когда женщина улыбается такой улыбкой, ну, нуждающейся, она так улыбается мужчине, ну, типа, я тоже есть, но правда одна, мне тяжело. Так улыбается, мужчине эта улыбка не вдохновляет, не вдохновляет они, ну, как бы, мне и без тебя хватает, вот, мне нормально без тебя, не волнуйся, вот. Не нужна такая улыбка мужчине. Но когда женщина самодостаточная, она счастливая такая изнутри, мне часть изнутри идет, она такая улыбается, такая счастливая. Ну, и как бы, хочешь смотри, хочешь не смотри, мне все равно, мне и так хорошо без тебя, такая недоступная такая. И вот это мозги срывает конкретно. Мужчина смотрит такую девушку, думает, ух, и снова вижу образ твой Мадонна. Вот, и все, понеслась. Но для того, чтобы ты это искусственно же не сделаешь, для этого надо вот женскую энергию включать в отношения. А не хочется, понимаете, хочется же домой прийти, сесть, кошечку погладить, посмотреть телевизор. Такая естественная женская лень, да? А надо что, звонить подружкам, заботиться обо всех, пирожки напекла, позвонила соседке, угостила. Что-то надо делать, понимаете, мои хорошие. Включать жизнь, женскую жизнь включать надо. Олег Геннадьевич, мне некогда включать женскую жизнь, я на работе целый день. Ну, на работе включайте, значит. Заботьтесь обо всех на работе. Что я вам могу еще сказать? Трамваи всем счастья желайте. Ну, не вслух, а так про себя. А то народ не поймет. Если развод, а потом уже 10 лет живем все равно вместе. Нужно регистрировать брак или нет? Классно. Это же не первый такой вопрос. Люди бумажкам очень сильно верят. Вот веды говорят, год люди вместе живут, они уже муж и жена, все. Хоть женились, хоть не женились. Просто люди зачем женятся для того, чтобы силы подключить к браку какие-то. Когда человек женится в ЗАГСе, он подключает силы родственников. Родственники начинают семью сохранять. Они говорят, вы же муж и жена, вы что вы творите вообще? У вас родственники, у нас родня вся. Ну, давайте нормально ведите себя. Понимаете, родственники сохраняют семью. Когда люди венчаются, Бог помогает сохранить семью. Венчание означает, Бог включается. Бог означает, ситуация не какая-то необыкновенная включается. Вот люди уже хотели разойтись, бац, что-то произошло, и они остались вместе. Это вот Бог включается. Поэтому люди венчаются и расписываются для того, чтобы больше включенность была в их семью, чтобы больше защиты было. А люди, когда они хотят жениться, они очень сильно верят себе. Они говорят, ну, мы же как бы друг другу доверяем, что нам идти там в этот ЗАГС? Мы и так любим друг друга, мы как бы вместе, все классно. Но на самом деле это люди не расписываются. Почему? Потому что они тайно все-таки сомневаются, что они будут вместе. Они перекантовываются вместе, понимаете? Вот так вот. Сексом назанимались, отвращение пошло друг к другу, а разойтись уже не могут, привязались, и вот они мучаются. Мучаются друг с другом, и разбиться не хотят, чувствуют что-то не то. А развивать отношения тоже не хотят, потому что лень. Духовной силы, душевной силы нет, и знания нет, как это делать. В результате вот такая жизнь. Ну и развелись, а силу, вот силы нет, разорвать судьбу свою. Помер в себя, пустить силы не хватило, и остались вместе. Но при этом какая разница-то? Вот хоть бумажку написала, хоть не написала. Люди муж и жена все равно. Что делать? Надо помолиться чуть-чуть сначала, принять друг друга. Нужно сначала зубы почистить, очистить сердце сначала, вот чтобы между сердцами чистота появилась. Понимаете, когда чистота появится между сердцами, тогда дальше уже потихоньку эту тему начать обсуждать с мужем. Потому что надо примерно 50 раз мужчине сказать что-то, чтобы он начал думать на эту тему. Ну то есть мужчина, он так быстро не включается, пойдем расписываться. Он такой, как расписываться? Ну это первая реакция такая. Потом на 10 раз он думает, может она просто сболтнула. Вот. Он не доверяет женщине, что часто женщины что-то говорят, потом забывают. Вот. Не доверяет на слово. Ну 10 раз сказала, он думает, что-то она, наверное, не сболтнула. Вот. Начинает об этом думать. На 50 раз уже начинает задумываться. царей почесать, может правда пойти расписаться. Ну вот так примерно система не сразу срабатывает. А надо все это время в молитве жить. И когда сердца уже получше стали, то это же вопрос ЗАГС идти, это же не то, что как бы вопрос такой, подписать договор какой-то там с поставщиком. Люди в ЗАГС идут, потому что они хотят клятву давать. Если уже сердца настроились правильно, вдохновились, что мы будем вместе, все, тогда в ЗАГС уже идем. Некоторые люди просто не могут в ЗАГС пойти. Надо развивать отношения, молиться, духовной практикой, внутренней заниматься, принимать человека в свою жизнь постепенно. Сильнее. Придет время и все получится. Это просто этап жизненный. Сейчас люди слабые сердцем, они не могут сразу расписываться, у них не хватает сил. Живут вместе без росписи. Лучше, конечно, сразу расписаться, чтобы не мучиться. Но если не получается, ничего страшного. Можно штурмом брать крепость, можно осадой. Осадой тяжелее, конечно, но зато все равно конечный результат одинаковый. А можно ли как-то помочь другому человеку преодолеть его плохой астрологический период? Молитва за него поможет? Вот о ком бы вы ни думали во время молитвы, кого бы ни представляли, помощь пойдет в эту сторону. Без всякого сомнения. Но если вы связаны, вовлечены в отношения с этим человеком, между вами есть ниточка, то есть это родственник ваш или близкий друг, тогда помощь в тысячу раз сильнее действует. Но если вы молитесь за кого-то вообще, допустим, там, за Юрия Гагарина, там, ну, за кого-то, кого не знаете, да? Вот. Но вас много, тогда тоже очень сильная помощь может произойти. Приведу вам такой пример. Ну, это, конечно, не то, что чужой человек, но не родственник. А у нас был такой случай. У нас один сотрудник съел недоброкачественный продукт, заболел бутулизмом. Ну, страшная болезнь такая, этот яд такой поражает нервную систему, токсины такие его страшные просто убивают человека. И у него, как бы он попал в реанимацию, искусственное дыхание, ослеп на один глаз, парализовало пол тела, там дышать не может. Вот. В общем, жизнь веселая. То есть врачи сказали, скорее всего, помрет. Ну, жене. Она подошла ко мне такая, плачет и говорит, можете вот, у нас каждое воскресенье мы молимся вместе, собираемся и как-то вот за что-то молимся. И она говорит, можете вот за моего мужа? А воскресенье еще через несколько дней. Я говорю, ну, давайте я сам сейчас начну молиться как-то, а потом дальше вот все вместе. Я начал сам, чувствую, помрет. Вот прямо вот чувствую, что никак. И, ну, молился, молился, так же смотрю, вроде бы живет. И он так, на искусственное дыхание день, два, три, четыре. Уже достаточно много дней на искусственном дыхании. И когда мы собрались все вместе, нас было человек 60, наверное, я настрой вот дал, и мы как начали, то есть шуровать, два часа. В какой-то момент я почувствовал, что вот раз и все. То есть вдруг неожиданно, вот кажется, вот помрет. И вроде бы, ну, надежды нет никакой в сердце. Такое чувство. Потом в какой-то момент раз, и такая надежда, понимаете. И я такой раз, еще включился, сильнее, почувствовал. Вот собака, когда чувствует, как бы самку, она такая бежит. Вот. Уже со всей силы. Я видел такую историю, такую ситуацию на дороге. Собака, задние ноги, ноги волочатся вот так по земле, а передник, она бегает, давила задние ноги. На асфальте. И она самку почувствовала, и такая, за ней такая рванула, задние ноги волочатся, и кровь пошла по асфальту. Представляете, она раздирает кровь, как бы, ноги, а любовь тянет. Ничего не сделаешь. Ну вот, и такая ситуация, я почувствовал вот этот вкус победы, что человек будет жить. И такой, пошел молиться со всей силы, забыл про все. И такое облегчение в сердце. И я такой, потом еще сам, после этого, чтобы не терять ситуацию, после этих двух часов еще, там продолжил. И потом, жена тоже подходит, его говорит, мне как-то легче становится, что такое, неужели ему поможет. Я говорю, ну вы позвоните там ему, подзойдите, спросите, как дела. И в этот день сказали, что он потихоньку начал дышать сам. Но аппарат, искусственно в дыхании не сняли. То есть он остался, но он потихоньку задышал. Вот. И вот так вот, потом дальше, день за днем, так, недельку мы еще молились. Вот. И сейчас этот человек, у него нормальное зрение, никакого парализации нет. Вот. Он нормальный человек просто, ну, у него слабость осталась, он спортом занимается, чтобы как-то восстановиться. И чуть-чуть хуже зрение, чем обычно. Больше никаких признаков этого отравления не осталось. То есть человек, мало того, что он выжил. И знаете, интересно, что он сам говорит. Он рассказывал свои чувства. Он лежал, но он в сознании был, и он говорит, чувствую, что уйду из жизни. И в какой-то момент, раз, что-то включилось внутри, и чувствую, выживу. Представляете, вот это просто вот так вот работает. Даже жизнь человека можно поменять судьбу, вот спасти жизнь, не то, что там помочь. Представляете, вот так, если сила такая действует, то такой результат может быть. Не то, что там и там святые собрались какие-то, это вот просто, у меня есть семинар, «Победа над трудностями судьбы» называется. Там, вот такой семинар сейчас во многих городах я читал, и там во время семинара мы уже тренируемся, то есть несколько человек выходят на сцену, мы начинаем все вместе повторять «Я желаю всем счастья», думаем о звуке святого человека, и для них, чтобы им помогло. И люди рассказывают, там конкретные такие вещи, меняется судьба, супер просто. Даже вот за несколько дней лекции уже каждый раз спрашиваем, что произошло, и потрясающие перемены в жизни человека происходят. Представляете, женщина собралась уходить от мужа, все там, все, точка уже, уже все, шансов нет, они живут раздельно уже, нет отношений. И она вот, за нее помолились вот так, у нее сначала в сердце возникло чувство, что хочу позвонить, потом такое возникло чувство, что как бы есть шанс. И так постепенно, раз, 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 и какое-то приятное чувство о нем возникло. Она звонит ему, и начался диалог, они встретились и понеслась, понимаете, начали восстанавливаться отношения. Представляете, какая сила? Реально вот судьба может восстанавливаться, в результате вот такого действия. Вы должны сами трудиться своим сердцем, не то, что вы теперь думаете, где же мне найти такое место, чтобы за меня помолились. Не об этом речь. Надо своим сердцем учиться трудиться, своим. Какова самая главная обязанность мужа перед женой? Супер вопрос. Самая главная обязанность – это уважение. Я об этом говорил. Есть много обязанностей. Мужчина должен совершать аскезы, чтобы быть сильным, чтобы тянуть на себя груз судьбы семьи. Он должен совершать молитву каждый день, потому что мужская молитва – это сила, огромная сила. То есть женская молитва очищает пространство, а мужская – меняет. Ну, то есть, мужчина должен вести за собой жену, даже в духовной жизни. Хотя, по факту, сейчас женщины тянут духовную атмосферу в семье чаще всего. Потому что женщины чище, они природнее, ближе к Богу. И поэтому сначала женщина тянет мужа к Богу, а потом, если она его вытягивает, то он дальше сам начинает идти вперед. В общем, паровоз надо сначала разогнать. Он едет сначала, вообще не едет, потом едет медленно, потом разгонится, не остановишь. Такая система. Поднимите руку, у кого разогнался паровоз. Вот видите, есть сильные женщины. Коня на скаку остановят, в горячую избу войдет. Вот. Есть сильные на Руси. Но самая главная обязанность мужчины это уважение перед женщиной. Это означает понять характер женщины, попытаться понять. У каждой женщины характер очень чувствительный. Это все равно, что вот пушинку в воздухе держать, вот так, это строить отношения с женой. Ну, то есть очень сложно, потому что это сказал, обидел, то сказал, обидел. Туда шаг сделал, расстрел. Туда шаг сделал, предал. Вот. Ну, то есть мужчина, как бы он, ему трудно вот в этой ситуации жить, потому что он не понимает вообще, что за базар. Вот. Он не понимает, про что песня. Потому что очень сильно отличается психика. Женщина по природе очень чувствительна. Она такая, сердцем все воспринимает. Ей важно, чтобы все было правильно в жизни. Такая. Мужчина, он не парится, как бы он живет и живет. Что правильно, живем нормально. Что ты хочешь от меня? Вот. Ну, то есть, и он должен вот попытаться, уважение к женщине означает принять ее характер, вот ее вот наклон, вот ее вот эти вот чувствительность принять. Аккуратно с ней обращаться. И так же считать ее самой лучшей. Говорить ей об этом. Не то, что она самая красивая, как бы понятно, что молодые красивее. Но вот надо считать ее самой лучшей и в сердце культивировать себе вот это чувство. И тогда женщина становится очень благодарной, от нее начинает исходить тепло, уважение тоже. И жизнь становится хорошей в семье. Вот это важно, вот к женщине очень аккуратно относиться. К ее мнению очень важно хорошо относиться, потому что она тогда мужчину начинает уважать. Когда мужчина мнение жены выслушивает, оценивает, тогда она начинает слушаться его сразу же. У нее природа, у женщины послушная. В том случае, если она уважает человека. А уважает женщина человека, когда ее мнение признают. Вот когда мнение женщины признали, она сразу начала уважать. Начала уважать, сразу слушаться начала тут же. Понятно, да, система? Теперь поднимите руку женщины, которые бы, вот если, которые ваше мнение признают, уважают, и вы все равно не будете слушаться. Поднимите руку. Есть такие женщины? Ни одной, видите, ни одна не подняла. Женщина согласна. Говорит, если мое мнение признают, я слушаюсь. Нет проблем. Так? Так, все, вопросов нет. Видите, мужчины, все просто же. Просто послушайте жену. Признайте ее мнение, что такое мнение бывает, что все. Так вот. Иногда можно сделать так, как она хочет. Не, ну, женщине важно, чтобы ее услышали, понимаете? Вот у мужчины, вот вы смеетесь, а совершенно разные потребности. Женщине важно, чтобы узнали, как она хочет, ее мнение. А мужчине важно вот делать вот так. Понимаете? Очень большая разница в характере между мужчиной и женщиной. Допустим, женщины тоже, знаете, что у мужчины вот такое в характере есть. Допустим, муж говорит, в этом месяце экономик, никаких подгузников, ничего не покупаем вообще. Нам надо накопить на то-то, то-то. Все, точка. Что надо сделать? Сказать, да, 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 мы хорошие, пойдем кушать, все, копим в этом месяце, никаких подгузников. Все, он еще раз переспросит, чтобы убедиться, что все как и есть, все. Еще несколько раз подтвердить, чтобы как бы успокоить мужа. И когда он успокоится, дальше как бы он так, как жена признает его потребность, чтобы вот так жить, экономить. Жена признала его потребность. И дальше, когда он успокоился, можно сказать, слушай, там у нас подгузники кончились, надо немножко купить, пожалуйста. Он говорит, нет проблем, все нормально. Знакомая история, нет? Потому что мужчина, если его успокоить вот смирением, он начинает становиться щедрым. И не проблем как бы, он дает возможность тратить деньги. Ну а женщина в плане денег щедрой никогда не станет. Поэтому существуют мужские деньги, они очень хорошие такие в семье и ходовые. Мужские деньги, хорошие, ходовые, такие нормальные деньги, которые можно куда-то тратить и все прочее. Вот. Но если в семье есть женские деньги, это деньги плохие, тяжелые. Вот. Если вы, допустим, женщина заработала, она уже как бы хочет на них что-то себе купить. Мужчины, пожалуйста, не трогайте женские деньги. Это опасно. Потому что у женщины, когда ее деньги берут, у нее включается память на эти деньги. И эта память никогда не выключается. Пройдет 10 лет, она вам вспомнит, как она заработала, ее деньги истратили. Может, не вспомнит, но подумает. Понимаете? Я женщину правильно говорю или нет? Женские деньги тяжелые. Лучше на них не рассчитывать. Женщина щедра в служении, но очень не щедра в приобретениях. Допустим, помыть пол, погреготовить, что-то сделать, она легко просто. Легко, вот, чуть-чуть ее вот так раз вдохновила, она пошла все делать, даже если тяжело. Ей легко служить близким людям. Но деньги – это другая штука. Здесь уже женщине нелегко. Или, допустим, территория. Женщина, допустим, может прибирать чистоту, налаживать в доме. У мужа заботиться, стирать все ему, развешивать все там, убирать. Но если муж переставляет вещи местами, то это уже капец. Ну, женщины, конечно, бывают разумные. Они могут ничего не сказать, но когда он в командировку уехал, приезжает, и все как было. Все переставляется назад. Ну, то есть женщина контролирует территорию, понимаете? Она ее контролирует, реально. Вот как собаки метят, там, писают по территории. Женщина как бы не метит, но она все вот как поставил, так должно быть. Если кто-то поменял местами, она опять назад переставляет. А если две женщины переставляют, тогда начинает скандал. Две женщины на одной территории живут, раз, одна прибралась, вторая приходит, по-своему прибралась. Ты говоришь, ты чего переставила все? Ну, местах же стояла. Начинает скандал. Мужчина щедрый в приобретении. Что тебе подарить? Может, этот рассвет у меня для тебя невозможного нет? Что тебе подарить, человек мой дорогой? Он щедрый по природе, может всю зарплату отдать, потом пожалеет, конечно, чуть-чуть. Ну, как бы. Но без проблем. Но вот прибираться мужчина не может, служить не может. Ему, говорит, пол помой. Пол помой. Он такой, ему тяжело. Я помню, ну, я так понимаю, что мне тяжело, как бы. Мне жена говорит, помоги мне салат нарезать. Опаздываем, не успеваем приготовить. Я говорю, с удовольствием, моя дорогая. Пошел, такой огурцы режу, огурцы. Она говорит, знаешь, мы хорошие, надо резать тоньше. Тоньше. Я начал потеть, вот реально потеть просто. Я бы лучше там, я не знаю, полечил 10 человек бы там или что-то еще. Но тоньше резать огурцы, это капец просто. Я такой, просто, эх, такой. Я помог, конечно. У меня весь выдохся, короче. Все, тяжело очень. Также полы мыть, вот, чтобы еще ножки как бы огибать под диваном. Это жесть вообще, то есть, по прямой линии нормально еще какая-то же. Это же ножки огибает, там, пыль находит везде. Помыл вроде, чувствуешь, ну, чистота полная. Она приходит, вот, секунда, не прошло, говорит, а вот это что? Да я вообще не вижу, что там такое. Страшное дело. Или пришел откуда-то с работы, раз, обнимает, и такой, оп, волос с этого, с одежды. Откуда она его нашла? Такая смотрит, ну, длиннее твоих. Непонятно. Следствие ведут знатоки. Ну, вот, надо уважать женщину. Она чувствительная очень, вот такие у нее есть черты. Я не чувствую благодарности от близкого человека. Для меня это очень важно. Можно ли, может ли развиться чувство благодарности у человека? Или если он неблагодарный от природы, этого не изменить? Хороший вопрос. Не бывает неблагодарных людей от природы. Бывает небескорыстное служение. Вот, допустим, вы приготовили близкому человеку покушать. Вот женщина, она легко может служить. Но это служение небескорыстное, понимаете? Как мне один мужчина сказал, я, говорит, сам себе готовлю. Я говорю, а почему? Он говорит, у меня жена с удовольствием бы мне приготовила, но это потом очень дорого стоит. Поэтому мне проще за маму себе готовить. Допустим, женщина с удовольствием как бы служит, но потом надо платить. А она приготовила, садится, как бы ты кушаешь, но не похвалил, забыл похвалить. Она такая, потом такая в шоке, такая, раз, настроение нет, плачет, такая. А что, плачешь, а ты неблагодарный. Я так тебе служил, а ты даже не похвалил. Понимаете, да? Небескорыстное служение. Мужчина, как бы он по своей природе, служить тяжело ему, но отдать что-то без проблем. Вот он работает, по своей природе занимается, деньги приносит, раз, отдал. Приобретение отдавать несложно, а служить сложно. Помыть, постирать, позаботиться тяжело мужчине. У него так вот психика устроена. И если вы, допустим, каждый человек должен понимать, что благодарность приходит только от бескорыстного служения. А бескорыстное служение невозможно без молитвы. Человек не может сам бескорыстно настроиться. Это невозможно. У нас нет таких сил. Для этого нужен голос чистого человека святого. Нужно слушать и молитву читать вместе с бескорыстной личностью. Тогда ты бескорыстнее перенимаешь, у тебя так щелк, перенастраивается психика, щелчок происходит. И в результате что дальше? А дальше благодарность. Если ты вот в таком настроении делаешь, уже готовишь пищу. Лучше, чтобы благодарность точно пришла от мужа. Лучше вообще не думать о нем, когда готовишь. Молиться и думать о Боге. Для Бога, готовить для Бога. И служить мужу потом. Но чтобы не было ожиданий никаких. То есть для Бога приготовила, для того, чтобы мужа очистить его существование. Чтобы он поел освященной пищей. Приготовила ему, принесла. И дальше, как он поест, понравится, не понравится, это его дело. Это называется бескорыстное служение. Когда он ест, он чувствует свободу. Представьте, допустим, если вам каждые пять минут будут спрашивать. Вам лекция нравится? Нет? А вам нравится лекция? Да? Точно? Да? Видите, у вас уже энтузиазм падает. И так, как можно? Вот, точно так же. Понимаете, человек может спрашивать, может не спрашивать. Но я так пошутил, простите. Вот. Неважно, нравится ли он, нравится ли он, все равно буду читать. Понимаете, если вот так настроиться хорошо, правильно, бескорыстно, появляется свобода у человека в сердце. Он думает, ну классно, супер, спасибо. Благодарность возникает сразу. Свобода возникает. А если ты ждешь чего-то от людей, тогда возникает зависимость и отсутствие благодарности. Вот такое служение называется купанием слона в ведах. Ну, слон, когда купается, ему нравится купаться, он искупался, чистеньким стал. Вышел на берег и сразу там мухи, слепни на него облепляют его там со всех сторон. И он, чтобы, ну, их как-то убрать, он начинает валяться в песке. И опять грязным становится, кстати. Ну, от купания слона, понимаете. То есть, вроде бы приготовила, а толку никакого нет. Потому что они бескорыстны. И если постоянно так происходит, женщина очень сильно хочет отдачи от близкого человека, тогда наступает эффект, ощущение, что он вообще не имеет благодарности в своем сердце. Да благодарность имеет даже муха, не то что человек. Это, понимаете, это просто естественная вещь за бескорыстие, в ответ на бескорыстие. Даже насекомое имеет чувство благодарности, даже собака, кошка, не то что человек, понимаете. А человек тем более. Понятна система, нет? Действуйте. Что касается мужчин, то то же самое. Просто вот честно отдавать деньги, не беспокоиться, как они потратятся. Советовать вот лучше покупать меньше украшений, больше как бы сохранять для семьи. Можно посоветовать, сейчас денег откладывают, допустим, на книжку. Благодарность от женщины приходит, когда ее понимают. Когда к ней относятся с пониманием, с уважением, она благодарной становится. А если просто жить рядом с ней? Часто мужчины думают, что если ее обнимаю и целую, значит это для нее. Ничего подобного. Вот это обнимание, целование, это не для женщины. А вот встать рядом с ней и послушать ее, как она что-то скажет, погладить ее по голове, успокоить, послушать, сказать добрые слова. Вот это проявление любви к женщине. А использовать ее красоту, как бы это бескритокорыстная деятельность для мужчины. Может ей тоже это приятно, но как бы это не дает эффекта, вот ощущение у нее благодарности не возникает. Благодарность вот от такого возникает, что мужчина не пользуется, а служит. Я работаю, но чувствую, что у меня, мне нужно уйти, чтобы мужу стало легче. Работать, приносить деньги в семью. Я говорю ему, что устала работать. Он отвечает, то же самое. Как поступить? Если я очень хочу ребенка, но у нас дома долги. Муж хочет подождать. Говорит, нужно улучшить финансовое положение, здоровье. А я готова ему довериться. И довериться Богу. Понимаете, если женщина работает из чувства долга, а не просто из удовольствия, в ней всегда возникают четыре стадии на работе, развития событий. Первая стадия, ну, прикольно, интересно. Вторая стадия, устаю. Третья стадия, надоело. Четвертая стадия, ухожу. И поэтому, если женщина на работе из чувства долга, для денег работает, у ней всегда приходит время, она там просто не может находиться уже. Ее тошнит от этой работы. Ей надо куда-то удрать и устроиться в другое место. Иначе она с ума сойдет. А если она просто приходит на работу, потому что она устает дома, ей нужно какое-то вот занятие еще в жизни, помимо домашних дел, тогда она там может постоянно работать, на это работают, никаких проблем. Она не интересуется заработком именно. Она ходит туда, ну, чтобы там как-то отдохнуть от дома, по факту. Но при этом что-то, конечно, делает там. Но если уж говорить о работе для женщин, то для женщин важнее не работа, а обстановка, в которой эта работа совершается. Им важно, чтобы там можно было почерекать на работе раз, поперекусывать два, чтобы можно было чуть пораньше уйти и чуть попозже прийти. Если все это возможно, тогда работа хорошая. А если нет, значит плохая. Я правильно говорю или нет, женщина? И начальник не должен сильно требовать чего-то. Он подошел, сказал, надо сделать вот такую-то работу. Ну и все, делаю. Не пристает начальник, не строгий, как бы, не требовательный. Вот это еще одно условие. И чтобы в коллективе женщины не завидовали, относились хорошо, по-доброму. Все, вот женщина, ну, это с работой, что-то я про работу сказал сейчас, нет? Про саму работу что-то сказал? Нет. Все остальное имеет меньшее значение. Женщина просто по природе одно подходит делать, другое не подходит. Надо выбрать деятельность по природе, чтобы обстановка была нормальной. И все, и тогда женщина может трудиться. Не надо слишком много работать. Что касается муж не хочет, понимаете, есть три стадии жизни. Я уже сто раз это говорил, еще раз говорю. Люди в невежестве ненавидят друг друга. Они преследуют только свои интересы. Они вообще не понимают интересы другого. И эксплуатируют, издеваются друг на друга. Люди в страсти, они вроде бы хотят заботиться друг о друге, но так как они сильно напряжены, у них нет возможности, нет духовной жизни, нет внутренней жизни, у них нет возможности почувствовать человека, его понять. И так как цель деньги, поэтому как бы мужчине непонятно, почему жена думает, что лучше уйти с работы. А женщине, понимаете, у ней периодами возможность зачатия есть, возможность зачатия нет. Когда женщина чувствует, хочу ребенка, это значит, что у нее хороший период. В это время надо зачинать. Хватает денег, не хватает, не имеет значения. Потому что, когда ребенок появляется, он меняет карму семьи. Через когда, понимаете, это точно так же, как, допустим, вот человек на работу, хороший специалист устраивается, ему сразу дают квартиру, чтобы он не ушел никуда, да? И как бы дают еще там, допустим, какой-то там, на книжку денежек чуть-чуть кладут, тоже как бонус такой. Ну, очень крутой специалист, хорошая компания. Раньше так в России, в Советском Союзе делали. Врачи, допустим, приезжали, им квартиру давали, чтобы, ну, врач остался редко, допустим, специально с деревняк там. Точно так же ребенок, когда появляется в семье, Бог дает бонус на это, понимаете? Вот женщина получает ребенка, ей, естественно, работать не может, у нее ситуация жизни трудная, да? Вот. И в это время изнутри из нее исходит такая сила, что у мужа все налаживается там, кто-то из родственников решил помочь, денежек дал, чтобы все хорошо было, чтобы она жалуется, мама, я не могу работать, выкидываешь будет. Она, да дочка, какая работа, все, сколько надо, все, нет проблем. Раз, денежки пришли от мамы, там еще собрали, свистнули по родственникам, там, и все нормально. У кого так в жизни было, поднимите руки. Ребенок появился, деньги пошли. Ну, он, пожалуйста, люди поднимают руки. Так что не надо париться на этот счет. Ой, у нас будет мало денег, мы не сможем справиться с тем, что ребенок родится, да? Бред полный вообще. Бред полный. Ну, это надо мужчине же сказать, а мужа на лекции нет, да? Что делать? А это означает страсть. Вы просто молитвой, вы ведите семью на благость. Молитесь, чтобы ваша семья и страсти, когда люди думают о деньгах, деньги, цель, вы ведите на благостный уровень, чтобы целью стали вы сами, чтобы вы просто, ну, заботились друг о друге, чтобы для вас отношения были выше денег. Тогда и сразу все муж поймет в этот момент. Просто в молитве вы ведите семью на другой уровень жизни, вы ведите из состояния страсти. Почему человек в страсти живет? Почему ему надо деньги? Почему нужна квартира, там он убивается? Почему то? Почему все нужно? Потому что не хватает счастья. А люди по-своему понимают, где будет больше счастья. У них нет представления, что счастье – это отношения, это любовь. Они думают, что счастье – это больше места в квартире, больше отдыха, комфорта. Понимаете, это такое искусственное представление о счастье, неправильное. Когда счастья хватает в сердце, в семье, вы свое наполняете, наполняется у мужа. Даже собачка перестает гавкать, понимаете, по ночам успокаивается и спит спокойно. Счастья в квартире хватает, спокойствие наступает. Даже тараканы не перестают лазить перед носом. Я вам серьезно говорю, вот все налаживается, порядок наступает. Они же тоже от беспокойства тараканы вылазят не вовремя. Так ночью вылезли, съели то, что надо, да и залезли назад, и все, никто не увидит. Ваш вопрос, да? Ну, да? Вы, вы, вы? Мужчина, молодой человек, вы, да? Я хотел бы дать вам вопрос. О, какой голос, значит, сильный. Звонкий голос. Ну? Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я сейчас задаю вопрос, касающийся беременности. У нас с женой было две неудачные беременности, после которых, как бы итог которых, что нет детей, как бы случились там неприятные ситуации. Вопрос такого плана? Ну, то есть, вы не можете теперь, она не может выносить уже все, да? Ну, как бы, как правильно подготовиться? А все-таки, может, у нее есть уже возможность осталось зачатия, да? Да. Чтобы, ну, не повторяйся. Не надо готовиться. Видите, опять вот это мышление? Я смогу все сам. Понимаете, вот это мышление, оно всегда поражение дает жизни. Это такая склонность у человека, понимаете, до последнего, ну, не стремиться получить помощь. Вам нужно полечить жену просто, понимаете, полечить ее. То есть, у нее повышенный тонус матки, очевидно, есть какие-то вещи внутри, в организме, которые, ну, дадут то же самое результаты в следующий раз. Надо просто, можете к нам приехать, мы можем убрать этот повышенный тонус разными способами. Это реально можно сделать. И все, и закончится, как бы, вот эта проблема. Все. Вот такая ситуация. просто полечить жену, и все. А если вы говорите, что здоровье, как у вас, нормальное, то есть... У вас ненормальное здоровье. Я могу вам точно сказать, что у вас очень сильная чувствительность, вы напряжены внутри. У вас, как бы, вы человек такой, который, ну, в разных ситуациях чувствуете себя напряженно очень. Вам, допустим, можете быстро уставать, допустим, в какой-то ситуации. Так или нет? Я говорю про характер, а не про беременность. Вот есть у вас это в характере? Ну, это просто вам уже, вы лучше это стали замечать. Я не буду вам рассказывать, какие нарушения в тонком теле у вас есть. Я могу сказать, что вот такие вещи, уже сейчас видно, можно поставив один камень, белый коралл на указательный палец, убрать всю эту ситуацию. Ну, то есть, можно еще там несколько вариантов найти. Но в целом, вы должны просто понять, что есть ситуация, которую человек сам может убрать в жизни, а есть ситуация, когда нужна помощь. И можно вот 10 лет пытаться самим решить, а можно просто взять помощь и все. Есть свои силы, есть силы природы. Сила камней – это силы природы, понимаете? Они могут восполнить свои силы. Вот у меня, видите, камни на пальцах. Я таким образом держусь на лекции, у меня хватает сил. Или в перелете, когда я лечу в самолете, одеваю черные камни черного цвета, они расслабляют. Меня самолет перенапрягает. Камни одел, тонус несколько раз слабее стал. То есть, ни перенапряжение не наступило. Тоже, после перелета бессонная ночь, тоже черные камни на пальце и опять спишь уже, понимаете? Ну, то есть, силы природы могут восстанавливать здоровье даже в экстремальных ситуациях. Но для этого нужно помощь просто. Вот в вашем случае я бы мог посоветовать вам спортом заниматься, еще что-то. Но нет гарантии, понимаете? Нет гарантии. Вот, допустим, если вы будете делать упражнения вот такие, лежа на спине, ноги переворачивать вот так и лежать минут по 20 в день, а потом, ну, назад, минут 5 назад разгибаться, у вас этот тонус упадет. Вот сейчас даже тонус матки повышенный, понимаете? У вас это упражнение может вам помочь. Плюс, допустим, каждый день минут по 15 под прохладным, приятным душем стоять, снимать напряжение водой можно. Даже во время беременности это делайте, может быть, не будет выкидыша. Но нужны гарантии, понимаете? А может быть, будет. Нет, 100%. не выкидыша, что? Как? Ну, неважно. Важно то, что вас надо лечить. Вы сейчас еще больше меня убедили в этом все. Это тоже есть и то есть и это. Надо просто посмотреть, что еще там у вас, что все вместе. И просто все это лечить. Просто все. Это по теме. Это вопрос по теме лекции. То есть, бывают бесплодия же в семье. Это тоже семейная жизнь. Разрушает семью. И это означает, что нужно лечиться, а не пытаться еще раз и еще раз. Давайте еще раз вспомним очень важный момент, что есть три в целом стадии победы над судьбой. Первая стадия чувства боли или ощущения, что ничего не исправишь. В этой стадии есть свои признаки. Когда человек на этой стадии находится, у него есть конкретный виновный в ситуации, как и конкретный объект, который он считает препятствием для своей судьбы. Это может быть болезнь или человек или директор завода там, понимаете. И на этой стадии ситуация может годами длиться, если человек постоянно находится в состоянии обвинения. То есть, он думает, вот этот человек виноват, и все, и как бы ничего не изменишь. Понимаете, ситуация накаляется дальше, 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 это замкнутый круг, вот долги. Все, ничего не изменишь. Виноват там муж или банк там, еще кто-то виноват. Ну, да, не важно. Но ситуация вот такая. Ничего не изменишь, все, депресснят. Это стадия, на которой человек не может победить судьбу, если он не отодвинется от проблемы. То есть, в любом случае нужна молитва, понимаете? То есть, человек должен наполняться изнутри чистой энергии счастья, а не снаружи. Снаружи ситуация не решается, нужно побеждать изнутри. И как победа изнутри происходит? Она происходит с помощью молитвы. Человек садится, начинает, вот я вам технику хорошую дал, она очень простая и эффективная. Слушаем голос, пока не вдохновимся. Даже в это время повторяем, я желаю всем счастья или молитву. Потом вдохновение пришло, начинаешь повторять так же, как человек, который молится, в таком же настроении, в таком же состоянии сознания, повторяешь. Потом приходит проблема в сердце, а ты на нее не обращаешь внимания, думаешь об объекте поклонения, допустим, кланяешься святыней какой-то своей или желаешь всем счастья, допустим, это делаешь. Но при этом слушаешь голос, наполняешься, отдаешь, наполняешься, отдаешь, наполняешься, отдаешь. Образ тоже, да. То есть, смотрите, некоторые люди настраиваются на звук просто, и просто кланяются другим людям, просто понимая, что они есть. Некоторым нужно представлять что-то. Лучше тогда поставить изображение чьего-то, святого человека или святого места и кланяться ему, чтобы на образ силы не тратить. Как только вы увидели что-то, вы сконтактировали с этим, понимаете? И вот в этом состоянии надо находиться, 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 пока ситуация не перейдет на вторую стадию. Как она, в чем она заключается, эта вторая стадия победы над судьбой? Она заключается в том, что в сердце стало спокойнее, спокойнее. Спасибо большое. Спасибо. Вот. В сердце стало спокойнее. И вот, допустим, взять пример отношений. Не могу думать о человеке просто, он противен мне, допустим. Ну, точно, разводимся, все, как бы, ну, никаких вариантов нет, что бы Олег Геннадьевич не сказал, все равно буду разводиться. Вот. Начал молитву человек, молится, 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 на сердце стало спокойнее и появляется такая мысль. А может быть, получится? Вот тяжесть от него исходит, какая была, но отвращения уже нет. Появился контакт, понимаете? До этого был просто вот пропасть. Невозможно даже думать о человеке нормально, невозможно. А тут молишься, 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 и раз, такое ощущение, что можешь думать о нем. То есть, вторая стадия это соединение, контакт наступил с проблемой. Ты о ней можешь думать, допустим, деньги не могу возвращать. Даже думать об этом не могу, страшно. Молишься, 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 раз, спокойствие в сердце и уже так раз можешь думать об этом спокойнее стало. Ты реально есть силы не отдавать. Это как анекдот еврейский. Женщина подходит, муж говорит, слушай, я спать по ночам не могу. А что такое? Я не могу долг царе отдать. Он говорит, проблем-то никаких вообще нет. Он звонит, такой, говорит, царе, да, а ты знаешь, моя жена тебе долг не отдаст и трупу кладет. Говорит, теперь пусть она не спит, а ты спи. Видите, у нее хватило душевной силы позвонить. Он, наверное, молился до этого. Ну, просто идея в чем заключается? В том, что нужны душевные силы, чтобы проблему как бы решить, что правильно о ней думать. Нужны душевные силы, силы души нужны, понимаете? А если их нет, тогда ничего не получается и человек думает об объекте проблемы, думает, 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 не может остановиться. Ну, часто люди на второй стадии уже заканчивают молиться. Легче чуть стало и все, и расслабилось. Надо двигаться дальше, то есть нужна дальше молитва. Когда эта молитва идет дальше, тогда наступает момент контакта. Ты чувствуешь, у тебя есть контакт с человеком, и сразу думаешь, пойду, поговорю. Не надо с ним говорить еще. Контакт есть не означает, что он поменял свое мнение. У него внутри мнение осталось, но между вами появилась ниточка, связь появилась. Ты как бы чувствуешь от него хорошее что-то, думаешь, в нем хорошо, а он еще сам напряжен. Это вторая стадия, да? Понятна система? У тебя есть надежда, что все будет хорошо. Молимся дальше. В какой-то момент ты начинаешь чувствовать этого человека, его переживания, его трудности, виновата перед ним, что я делала не так, что он такой нахлобученный. И на этой стадии, на третьей постепенно ты начинаешь чувствовать, что ты понимаешь этого человека и вместе с тем, что ты пробиваешь отношения, ты начинаешь больше чувствовать понимание по отношению к нему, понимаешь, как с ним разговаривать, что делать в этой ситуации по отношению к нему, чтобы он откликнулся. Понимаете? И постепенно приходит чувство, что вообще все будет классно. А потом просто один звоночек и хочу сообщить, что вот у нас есть такая информация, вот так вот, просто сообщить информацию. Счастливо тебе. Ну, как звонок такой, как бы, вроде бы официальный, но по-доброму. И он говорит, тебе тоже счастливо. Ну, как бы, контакт, бац, пошел. Понимаете? Хотя люди до этого не общались просто. Даже. или просто там смс-ка вспомнила, как мы встретились. Не знаю, почему, но вспомнила. И ответ смс-ка. Я тоже вспоминаю. Целозначь, контакт пошел. Теперь у меня к вам вопрос. Что самое трудное-то в этой, во всем ситуации? Что самое трудное? Вот если вы ответите, тогда все, проблем нет. Вы победите судьбу. А? Нет, себя преодолеть, вы говорите, а вообще, а в целом. А я говорю, вот, вот практически, что самое трудное, чтобы победить судьбу? Сначала до конца, всю ситуацию рассматриваем, молитва, потом одна, вторая. Ну, что самое трудное? Ладно, отвечу вам на вопрос. Самое трудное, сесть молиться. Вот если вы поймете, что это самое трудное во всей ситуации, тогда вы победите судьбу. Вот самое трудное, сесть молиться. Поэтому, человек, для того, чтобы это произошло в его жизни, он должен несколько действий совершать, постоянно, каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok